Привет всем. Меня зовут Антон. Сегодня я хотел бы рассказать и поговорить с вами о такой теме, как OIGI, GCR и EventLoop. Вообще техническая тема, описание ее, описание проблемы и решения занимает минут 15, не больше. Но нужно как-то забить минут 40, поэтому я буду рассказывать еще и о своей жизни немного. Если у вас будут вопросы, комментарии, замечания, прям по ходу перебивайте меня, это нормально, я буду реагировать и отвечать. Пытаться, по крайней мере. Давайте, чтобы вообще как-то начать, я кратко расскажу, что в моем понимании GCR, HGI, зачем это нужно и о чем мы будем сегодня говорить. GCR, Java Content Repository. Давайте будем понимать, как новый скейл хранилища с дополнительными возможностями. Пока что так, после мы поговорим о этом подробнее. GCR, как Open Service Gateway Initiative. Будем понимать, как некая шина, в которой мы можем деплоить бандлы. Бандлы, давайте будем считать за бандлы набора Java-классов. У нас есть контейнер сервлетов, вот что-то очень похожее, контейнер для бандлов. Бандлы — это Java-класс. Так что так, да? Это все еще не было нашим интро. Теперь вернемся к истории. Вот интро. Начал я вообще работать в аутсорсинге около четырех лет назад. И на моем первом кабинете, ну как кабинете, я там был среди кучи людей, была такая вот картинка наклеена. Вот прям-прямо точь-в-точь. Точь-в-точь. Она была наклеена, и она, в принципе, на взгляд, хорошо иллюстрирует то, чем я занимался в то время. Аутсорсинг. Ну, в то время я вообще не сильно думал о чем-то. Думал, что работать — это хорошо. Вот. Времена меняются. Так вот, с чем я занимался на этой первой работе, аутсорсинг-работе, да? Видите, тут куча логотипов, различных CMS-ок. Рупал, WordPress. По центру видите. Вот о чем занимался я. Ее называют CMS, он стероид. Ее называют Enterprise CMS, CQ5. Почему я не говорю? Ну, мы ее понимаем. Все, что я говорю, оно потом в идеале сольется в красивые проблемы и в красивые решения. За что она отвечала и за чем мы ее использовали? Она отвечала за доставку контента, за управление им, за доставку астов, то бишь медиа и за управление медиа. И она отвечала за так называемую теперь адаптивность, за возможность доставки контента по разным каналам. Будет email рассылка, мобильники, браузеры. Не сильно важно. Ну и позже мне появилась еще e-commerce часть. Вот. Мы не будем об этом сегодня. Это не очень весело, мне кажется. Вот. То, что я еще хотел бы показать, то, что сама эта CMS, она строится на стеке, которые можно очень легко параллитировать с стеком, который всем знаком. Возьмем типичный стек. Я его называю типичным. Не, он кажется, типичным. Может, для вас нет. У нас есть сервер. Пускай это будет там, у нас есть база данных, MySQL. У нас есть что-то, с помощью чего мы можем реагировать на пользователя и ему отвечать. Пускай это будет Spring-контроллер и Spring. У нас есть некая имплантин-джай, пускай это будет фримаркер. И что-то очень похожее, аналогичное у нас есть для CQIE. Все вертится в шине, о которой мы говорили. CQIE, JETI, JETI-сервер, аналог к том к этому. Да, у нас есть то, о чем я говорил, GCR, Apache Oc, это одна из имплементации GCR. Вот. У нас есть Apache Salink, опять же, для того, чтобы мапить, управлять нашими запросами, мапить контент на запросы пользователя. И у нас есть к этому сайт, template language, да. То есть аналоги очень простые. И то, чем мы занимаемся, это выводим данные из базы на экран. Ну, и наоборот. Вот. Окей. Шло время, и, как вы помните, возвращаясь к нашей истории, к моей истории, вот. Некоторые речи начали в моей работе смущать. Примеры видны сейчас на экране. На самом деле, не стоит пытаться вникнуть в логику очень глубоко, логики там нету. Это скорее иллюстрирует то, чем я занимался в то время, да. То есть нетестируемый код, вот. Нечистая функция, во втором случае у нас налка константа. Так оно и было, и в принципе это было для меня проблемой. Хорошо, что я это понимал. Ну, и мое решение было уйти на фриланс. Вот. Не совсем уйти, ассоциататься, работать аутсорсером, аутсорсером, но при этом как-то пытаться свои скиллы улучшать и идти в направлении, по которому я чувствую себя более развивающимся. да. Вот. Отлично. Моя история. Давайте переведемся более детально к AGI, к GCR, к нашей проблеме и к названию вообще темы сегодняшней. Так. Отлично. Что вообще стоит, на мой взгляд, знать про AGI, да. Было первое, было несколько сапецификаций. Первая релизовалась в 2000-м, последняя в 15-м, текущая сейчас находится в бете, в релизе, да. Эта технология не мертва. Примеры, появляются новые технологии, которые постоянно на AGI. Одна из них, Диана, вот, тут введен пример. AGI можно представлять как реализацию whiteboard паттерна, да. Тут эта схемка показывает, что есть некий event source, event object и event listener. Что-либо подписано на какое-то событие, да, и мы можем потреблять ивенты и как-то на них реагировать. Почему нам это интересно? Потому что это основа нашей проблемы, о которой мы будем сегодня говорить, да. То есть для ОСГИ, если мы будем говорить конкретно о том, как этот паттерн работает, у нас есть один бамбл, в нем есть желание получить имплементацию каких-либо интерфейсов, есть куча других бамблов, которые эти имплементации предоставляют, экспортируют, и мы можем получить этот набор. Да? То есть таким образом этот паттерн работает. Хорошо. Похожа очень слайд. Что такое GCR, зачем он нужен? GCR, это спецификация, она говорит о том, что смотрите, у вас есть хранилище, у вас есть интерфейсы, есть иерархия, есть версионирование, все остальное вас не должно волновать. Вы можете там хранить все, что захотите, будь то бинарные, это текстовые данные, неважно, просто берите и пользуйтесь этим. А имплементации могут быть любые. У вас может быть клауд под коробкой, у вас может быть под коробкой тар-архивы, все, что вы захотите, то и будет. У нас есть две спецификации, официальные, у них разные номера, просто потому что это GCR1 и GCR2. Повторюсь еще раз, можно думать о GCR как о powerful новой скейлище, натальнерске хранилище. Почему натальнер? Оно вам дает еще индексы, индексирование, оно вам дает возможность пересадить квери на SQL2, x-spice, еще с ней некоторые языки. Технология не ибертва, один из примеров, о котором наверняка вы слышали неоднократно, это артефакторы, которые под коробкой используют GCR в себя. Проблема, о которой мы будем говорить, это GCR observation и то, как работает вместе GCR observation и OGI observation. Смотрите, какое есть в принципе очень, как мне кажется, популярное требование и проблема. у нас есть репетиторий, хранилище, мы данные в нем меняем, можем менять. Нам нужно за этими данными как-то следить и наблюдать. Простой пример, мы меняем конфигурацию, нам нужно ее проаблетить после этого, допустим, на рантайме где-либо, послать какую-то почту, провалидировать, все что угодно. есть GCR, есть необходимость следить за его изменениями. Тут проблемы по сути никакой нет, это механизм, который как-то работает и в принципе ясно, зачем он нужен. Давайте подумаем о том, как это будет работать, если у нас GCR будет находиться внутри OGI. У нас есть модульность банда, мы помним банду и модульность, вот, каждый бангл модуль. И нам нужно как-то иметь возможность отслеживать эти события, изменения в репозитории в терминологии в рамках OGI. При этом сохраняя эту модульность, то есть нам необходимо подписываться на эти изменения. И у нас эта возможность есть. У нас эта возможность есть, но как она работает? GCR говорит OGI, есть два механизма. Первый – это механизм событий в рамках GCR, а второй – механизм событий в рамках OGI. И они по сути очень похожи, но цели их разные. Так вот, GCR, уведомляя вас об изменениях, делает это не напрямую, а через шину OGI. Она трогает события в шину, потом шина таким-то образом, это маленький кусочек кода, собирает всех лисенеров, подписчиков, найти изменения в ваших разных бандлах и как-то их об этом нотифицирует. Но там есть пункт 1, 2, 3, 4, 4 почему-то пустой, но это, в принципе, описывает то, что я сейчас говорю. То есть, чтобы подписаться на GCR event внутри OGI, вам нужно создать свой хендлер, который будет имплементировать event-хендлер, но не GCR-ный, а OGI-ный. Я думаю, я уже объяснил довольно-таки подробно, но все еще не сказал о проблеме. Ну вот проблема на самом деле написана в этом коде. Мы делаем новый поток на каждую попытку реагировать на наши изменения. Теперь представим, что у нас есть большое количество бандлов, и в очень многих из них такая бизнес-логика. Множество модулей независимых. Нужно реагировать на очень похожие изменения. Почему нет? Такое может быть. В итоге, что мы получаем? У нас есть множество бандлов, в каждом из них есть свои имплементации, верно, наших лиссонеров. Мы меняем контент на каждом бандле получаем новый поток для того, чтобы реагировать на эти изменения. Получаем асинфонную работу. Окей. В чем проблема? В том, что ясно, что если эти хендлеры делают какую-то работу опять же с GCR, они прождают новые ивенты, прождают новые потоки, и вот наш батлнек, да, вот наш оверхед. Чтобы отреагировать на события, мы прождаем новые потоки, реагируя на события, мы тоже можем прожидать новые потоки. Делая это, мы также нагружаем репозиторию, то есть мы начинаем конкурента параллельно модифицировать из разных потоков. С этим справляются в принципе по-разному разные базы данных, если в GCR используют TAR-архивы, то ему от этого плохо. Ну и решение в принципе слишком здоровое, как по мне. Давайте вернемся обратно к моему фриланс-пути, о котором я вначале говорил, который менее технически, вроде как более веселый. Перейдем мы вот к чему. К тому, что пробыв некоторое время на фрилансе и пописав там на ноде, побыв, поварившись в мире Node.js, я как-то подумал, что не стоит распыляться и стоит вернуться к корням, к основам, к Java Virtual Machine. И ясно, что придя обратно, я начал искать какие-то аналоги. В то время их было очень мало, сейчас их гораздо больше, то есть тоже Spring Reactor. Сейчас на тот момент это был Vertex. Vertex framework, который следует идеям Node.js, Node.js тоже следует каким-либо идеям, но мы сейчас не об этом. И он нам вообще дает очень много разных возможностей, одна из них, допустим, это писательная, на тех языках, которые выполняет JVM, на разных, это называется polyglotting, вывод терминологии. Он говорит, что нужно писать код асинхронный, но мы сейчас не об этом. Нас интересуют две главные вещи в нем. Первая, это они там выделены, eventbuzz и eventloop. Есть схемка, схемка нам говорит о том, что у нас есть фиксированный пул потоков, у нас есть наши события, события попадают в пул, код написан асинхронно, то есть мы не блокируемся нигде, ни один поток в пуле не должен блокироваться никоим образом. Мы работаем, и это все классно, быстро, и еще у нас события есть и асинхронность. Ну, собственно, вот с этим я пришел и его нашел. Давайте теперь подумаем, как нам запихнуть вертекс, ну, вообще, почему название там в описании моего доклада было neti, потому что вертекс не использует свой eventloop, он использует net eventloop, вот, а поверх net eventloop еще написано eventbuzz, вот. Так что, по сути, мы сейчас деплоем вертекс.org и деплоем еще neti eventloop в hgi, да, как мы можем это сделать, потому что, опять же, у нас есть шина, у нас все есть в шине, и мы хотим в шине hgi поддерживать, поддерживать eventbuzz, eventloop, да, у нас есть bundle context, и на самом деле тут все, тут все, в принципе, так, как вы видите это, да, у нас есть инстансы вертекс, у нас есть инстансы eventbuzz самого, и мы под конкретными классами можем эти инстансы зарегистрировать. Контекст регистрируем, кладем instance, дополнительные параметры, кладем класс, которым он привязан. Вот, так это работает, так вы можете сделать с чем угодно. Зачем нам это нужно? На самом деле вот зачем. Видите, там есть референс и наш eventbuzz, да, то есть мы получим тот же инстанс, который мы положили тут в наш контекст, получим тут автоматически на руки. В любом месте нашего бандла, где у нас есть сервис, к примеру, да, можем получить. И что в итоге мы имеем на руках? Мы имеем на руках о том, что возможность не создавать потоки, реагируя на эти ивенты, а использовать для этого eventbuzz и какие-то допустим наши custom gcr ивенты. Вот. Onstart eventbuzz, создаем наш консюмер, кладем в него какой-то наш хендлер, и вот наш аналог listener, на который до этого мы создавали отдельный поток. Ясно, что мы можем eventloop контролировать, фиксировать размер потоков, которым мы хотим его ограничить. Ну и вертекс нам дает еще такие-то фишки, как, допустим, shard с структуры данных. Мы не будем говорить об этом. Что мы в итоге получили на выходе? Мы получили вместо наших имплементаций интерфейсов, хендлеров и новых потоков и хендлинга всех этих ивентов ойджай, мы получили возможность в наших бандлах подписаться на интересующийся наш ивент и при этом мы решили наш батлнек таким способом и получили дополнительные фичи, к примеру, как backpressure control. Пару следующих это как-то пояснят. И опять же у нас на руках есть наш eventloop, который мы можем контролировать. Это неограниченное количество порождаемых потоков. Я там говорил про backpressure control. Тут на самом деле я вас немного обманываю. Тут еще есть rxjava, но это только для того, чтобы код выглядел более компактным. Все это можно написать без rxjava, то есть мы берем наш консюмер, который мы зарегистрировали в нашем eventbus и делаем из него java.rx observable. Этого можно не делать, но так код получился более компактным. Дальше у нас есть разные способы решения bottlenecks в рамках rxjava. Один из них это буфер. Получаем буфер. Тут стоит один, может 10, 20, все, что вы захотите. То есть мы решаем bottleneck тут в данном случае буфером. Есть другие способы и многие из них rxjava датят из коробки. к меру окна. Вы можете свои венты процессить в то время, в то окно, когда вы это делать можете, когда у вас нет нагрузки, допустим, на репозиторий. И это тоже можно заимплементить. композиция. Тут кода чуть больше. Очень похоже. Представьте, что вы меняете что-либо в репозитории, вам нужно отреагировать при этом на два ивента сразу вместе. То есть, допустим, прошла валидация данных и плюс отправилось куда-либо сообщение. При этом вы это все хотите делать асинхронно. Не создавая новые потоки, не создавая какие-то очереди, не забивая их, не проверяя чистые линии. Это очень просто делается. Мы делаем нечто похожее, превращаем наши хендлеры в observable, дальше используем RxJava как helper для того, чтобы нам комбинировать эти ивенты. Мы композируем два разных хендлера, два разных обзервера для того, чтобы вместе потом на них отреагировать. Опять же, нигде не блокируемся. И вот наш тот самый listener. В ином случае нам пришлось бы написать очень много кода и как минимум еще держать постоянно работающий поток, который бы закончился первый ивент, не закончился. Это маленький кусок. Ясно, что мы можем это вместе комбинировать, делегировать окна, композируя наши ивенты. Можем реагировать как-то на ошибки. Это всего лишь маленький кусок кода. На самом деле вот эта проблема и вот и решение. То есть тут нет ничего огромного и большого. Давайте подведем саморе небольшое. Первое. Нет, мы не сломали модульность нашего SGI. У нас раньше были наши интерфейсы SGI, за счет которых мы могли потреблять ивенты и события. Сейчас у нас есть вместо этого наш event бас. То есть просто некий аналог. второе не бойтесь миксовать ваш опыт который вы получили где-либо не на вашем огромном проекте в компании а где-то еще с миром XML. Все просто довольно-таки. Третье некоторых проблем не существует покуда вы их сами не найдете. То есть о которой я говорил в принципе ее решают иначе. Ее решают тем что сервера горизонтально масштабируют. тем что ревью переписывают код и объединяют логику множественных лиснеров в один. Это всего лишь один из вариантов. Спасибо вам за внимание большое. Это было нелегко но вы справились. У меня еще есть слайд один. На самом деле он немного рекламный. Мы собираемся делать и уже даже делаем AM-комьюнити в Минске. Тут есть кодик на фейсбук группы тут есть на сайт. Нас не так много и хотелось бы чтобы если кому-то показалось интересным тот стэк и те проблемы и вещи о которых я говорил можно прийти. Будет следующий метап он уже запланирован точно он будет 19 апреля 6 часов тут только в соседнем зале я думаю приходите. Ну и это слайд с вопросами спасибо всем что послушали еще раз если есть вопросы то буду на них ответить. Спасибо.